Доброе утро! Солнечное сегодня утро. Я уже в машине. Я сейчас поеду на работу. Как вы помните, вчера я расписала все свои планы на неделю вперед, поэтому мне нужно кое-что купить сегодня для того, чтобы все мои планы воплотить в жизнь. Дети остались дома делать уроки. В Балишке там тоже несколько заданий. А Дима поедет не со мной. Я ему потом машину отдам. Когда все свои дела сделаю, я отдам ему машину. Вот так что, поехали! Так, ну что, я все свои дела здесь сделала. Кстати, я уже выполнила сегодня три своих пункта из плана. Осталось еще немножечко. Я сейчас жду Юльку, она подъезжает. Пойду пока мусор выкину и зайду в пятерочку. Мне нужна бурная кислота от муравьев. У нас муравьи все проснулись. Так, ну что, я все купила, включая корм. Сейчас пойдем прогуляемся по закоулкам города. А я уже дома телепортировалась. Поле даже уже разобралась и пакеты. Что-то не успела вам ничего показать. Покажу. Вот зашла в канцтовары. Канцтовары работают, но на входе стоит... Канцтовары это фолиант, кто живет в Твере. А на Капашвара работает. Книжный магазин. И там есть канцтовары. Мне нужны были Саньку срочно тетрадки в клеточку, в полосочку. И, в общем, вчера смотрела в интернете, что из этого работает, что нет. Пересвет какой-то был. И стоит там на входе мужчина с антисептиком, поливает всем его на руки и, в общем, пускает в магазин. Зла поле два цветных карандашика. Это поле простых. Ну, в смысле, цветных простых. Простых, но красивых таких. Цветные невидинки. И... А? Цветные невидинки, вода сушит. Да, да, да. И замазочку взяла. Поля там вечно что-то замазывает. У нее много конспектов всяких. А где все остальное? Вот здесь? А, да. Так, взяла себе новую тетрадочку. Вместо той, которую я вам вчера показывала, хочу прям новую. Мне та надоела уже. Эта какая красивая голубенькая. И Саша вот такие карандашики. А еще, Саша, цветные карандаши, потому что он все растерял. Кажи, покажи, иди. Вот, и тетрадочки. Тетрадочные карандаши, в том числе и мои. Да, а вот вместо вот это вот взяла вот такую красивую. Еще купила много перчаток. Четыре Аш-упаковки. Ленор был по акции в пятерочке, который ароматный. И взяла ванеш. И вот такие губочки. Буду на днях мыть диван наш. Потому что мы вообще планировали изначально поставить в пристройку туда, в гостевую комнату. Но учитывая, что творится в стране, я думаю, что мы это сделаем не скоро. Поэтому надо отмыть этот диван. Ура! У нас победа маленькая. Научился котик лакать с молочком. Ой, взрослый мальчик. Взрослый. Молодец. Теперь не надо его из шпричика поить. Вон как он язычком там работает. Вон, видно вам? Вот он какая-то... Смотри, носом он прям не клюет туда. Да, да, да. Ой, взрослый какой котик. Лукас, молодец. Лукас, умничка. Хороший мальчик. Тут миска прозрачная, прям видно. Да? Смотри. Вот такие пироги с котятами. Видишь, как он пьет монотку? Смотри. Тут-тут-тут. Тут-тут. Норм-мм. Норм-мм. Наши глазки закрывает. Ой, как вкусно. Ага, вкусно как. Молодец. Я в тебя верю. А мы с Сашичком сделали все уроки. Ему осталось только выучить стихотворение, правила и слова, и мои слова. Ну, мы решили сделать перерыв. Я вчера была в магазине концтоваров, купила пластилин. И Санька говорит, хочу лепить, хочу лепить. И я решила ему включить уроки, по видеоуроке, по лепке. Я подписана на девушку в Инстаграм. Она постоянно рекламирует эти курсы. Там рисование, лепка и что-то еще. Вот. И я сразу вспомнила, зашла. У них сейчас как раз акция. Можно абонемент взять на месяц на все курсы. 450, 450 или 470 рублей. И весь месяц вы можете без ограничений любыми курсами пользоваться. А там их очень-очень-очень большое количество. Вот. И Саша выбрал, кого он будет сегодня лепить. Сидит, лепит. Сейчас он доделает. Я вам покажу, что у него получилось. Что я делаю? Вот такого Саша слепил динозавра. Смотрите, какой симпатичный. И есть элементы, которые Саша придумал сам. Угадайте, что это? Правильно, языком приделал. Еще раз. Это Саша первая такая вот пробная. Ага. Сейчас Саша еще кое-что лепит. Попозже вам покажу. Пока Санек там еще лепит, я буду продолжать действовать по самому плану, который я расписала себе на эту неделю. Я, кстати, вчера все выполнила. Я молодец. Поэтому вчера ничего не снимала. Вчера делали уроки. И плюс я вчера разбирала шкаф в ванной комнате, перебирала все, проверяла все сроки годности и разобрала там все-все-все-все, лишнее все повыкидывала, чистота все намыла, все съедет, блестит. И закончила вчера уже 9 часов вечера, потом поужина или спать, либо. А сегодня у меня по плану разобрать все-таки вот этот шкаф. Тот я разобрала. Теперь вот этот надо разобрать. Тоже все отмыть, перемыть. И вот такой вот у меня сегодня план. А вообще сегодня солнышко на улице и очень сильный ветер опять. Почему так, когда солнце, сразу ветер. Не успела снять до. В общем, вот так вот уже две полки я сняла все. Потом покажу, как получится после. Дима переживал, что эта штука не будет пользоваться спросом. А кот то наверху сидит, то внизу там сидит. И он забрался. Ой, не могу. Ну что ж, Варя. Чистота, порядок, еще сколько места свободного осталось. Наверху у меня там запас круп, кофе, который мы не пьем. Это так вот, ну не знаю, на самый крайний случай, или кто-то из гостей, вдруг кому-то захочется такой кофе. Здесь у нас там всякие кисели, здесь у нас специи для выпечки. Но их Поля недавно совсем перебирала, там все свеженькое, поэтому я это не трогала даже, там все чистенько, аккуратненько. Все лишнее повыкидывала и все, стекла намыты, можно закрывать. Готово. Я молодец. Саша, все девочки любят цветы. Очень девочки любят цветы. Дима приехал домой, вот он Дима, hello. Мы сейчас поедем, поздравим Юльку с днем рождения. Палишка нарисовала ей такой конвертик под денежком. Ты что, замерзла опять? Я уроки делаю, мне длины. И Дима забрал цветочки, которые я днем заказала в магазине, потому что сейчас же цветы не продают просто так. Их надо заказывать заранее, я заказала, платила, выбрала. И Дима принес мне его тоже, говорит, как это ты останешься у меня без цветочков. Маленький, такой хорошенький букетик вообще. Вот, так что едем сейчас, поздравляю с Юльку. Начинаю с днем. Ее сосредоточуешь, чтобы фокус. Вот такой конвертик и вот эту лису в подарок. Ла-ла-ла, happy birthday to you. Сейчас туда положим денежку и заклеим. Ла-ля. Нога отвалилась, Саша. Ой, достанешь мне, пожалуйста, букетик? Показать. О, какой красивый-то. Он такой миленький, да? Нежный прям, смотрите какой. Ой, вообще прелесть. Прям пахнет розочками. Красота. Какое солнышко закатное. Смотрите, что у нас происходит. Кокос такой, спасите меня. Ой, я не могу. Веселье. Так вы пустите меня домой. Убежал. Мы сегодня справились с сроком гораздо быстрее. Время еще только 4 часа. Санька уже играет там. Сидит довольный. Все сделали. Молодцы. И сегодня у меня в делах, в планах стоит помыть диван. Я уже говорила, что мы этот диван хотели перенести в пристройку, а сюда купить новый диван. Но учитывая сегодняшнее положение дел, это будет не скоро. То есть мы этот диван пока, естественно, будет стоять здесь, потому что мы на нем лежим, сидим постоянно. Вечером, днем, утром. Без дивана нам здесь никак. Поэтому мне придется его отмыть. Так не хочется, конечно, но... Я надеюсь, вы поняли, да, в чем суть моего планирования. То есть на день я ставлю какое-то определенное дело. Одно или два, в зависимости от его масштабности. То есть если это, например, помыть диван, понятно, что это займет много времени, много усилий. Поэтому только одно дело на сегодня. Но учтите, что это помимо всех остальных текущих дел. То есть, допустим, помыть посуду, приготовить еду, запустить стирку. Это все постоянные текущие дела. Они выполняются каждый день без всякого планирования. А, например, вот как разобрать шкаф, который я вчера разобрала, или помыть диван, который я планирую помыть сегодня, это уже то дело, которое нужно сделать. Но не хочется его прям выполнять, да, но надо. Вот я его пишу сегодня именно себе в план. Мне, кстати, очень нравится эта идея. Вот я уже себе расписала на всю эту неделю. И уже знаю, какие задания я себе распису на следующей неделе. Так что советую вам попробовать. Вдруг ваши домашние дела пойдут более активно. Цветочки мои стоят, меня радуют. Распустились маленечко. Такие красивые. Мне так нравятся вот эти бутончики. Я не знаю, что это. Но они такие классные. Ромашечки. Ой, вообще прелесть. Обожаю цитаты. Я, знаешь, какой нежный аромат от них. Я взяла наушники. Сейчас буду еще включать аудиокнигу. Я вам сейчас покажу, какую аудиокнигу я слушаю. Фокус. Вот мой таз уже я приготовила. Так, сейчас Поля мне пишет со второго этажа смс. Так, оп. У меня приложение вот такое. MyBook. Оно платное. Поэтому, как бы, ищите для себя другие варианты. Я слушаю книжку, которая называется вот так вот. Нет. Я слушаю книжку, которая называется вот так вот. Парься меньше, живи больше. Это аудиокнига, и это мне позволяет рутинное какое-то дело превратить в достаточно увлекательное. Потому что в это время я слушаю аудиокнигу и больше думаю о том, что я слушаю, чем о том, что я делаю. Так что рекомендую. Книга, кстати, очень классная. Реально, вот рейтинг ее прямо того стоит. Предварительно я сейчас сниму все подушки и вот эти покрывала отнесу в стирку. Ну, сразу пущу стираться. И сейчас я открою вот этот ящик. Я туда не залезала, если честно, уже миллион сто тысяч лет. И я просто представляю, какой там хаос, сколько там пыли и грязи. Потому что все попадает все равно по краям. Ну, Ксанька, дай-ка я открою. Готовы? Только не падайте в обморок. Тан-таран-тан-тан. Вот это мне все предстоит разобрать. Вон, видите, там в углу пыль уже катается. И у нас диван, видите, во что превратился. Дима его уже ремонтировал. Потому что дети по нему скачут всегда. И, в общем, он у нас уже ткань вот эта вот она порвалась. Дима уже тут все поправлял. Ну, в общем, вот такие дела. Хочется, конечно, новый диван. Я вам уже говорила в каком-то видео. Но, увы, пока не сейчас. Так, ну что, поехали. Ну, вот такая картина открывается в мои глаза. Все игрушки, которые нужны, мы уже кинули Саньке в мешок. Все, что не нужно, кинули в пакет. И все пледы, это то, что все в стирку пойдет. Все, сейчас я здесь буду пылесосить. Вуаля. Ну что ж, уже гораздо лучше. Сейчас это я все отмою. И можно мыть вверх. Протираем, протираем, протираем. Мама тут моет диван, Аделя ждет, спит. Нет, просто лежит. Почему у тебя фокус на руке? Ну что ж, я это сделала. Уже начинает высыхать. У нас дома, видите, очень жарко. Даже начинает сразу высыхать. Ну, не знаю, высохнем, посмотрим. Конечно, стал он гораздо чище, уже понятно. Не идеально, но надо, в общем, почаще его просто мыть. Я довольна. Проделанную работу у меня гудят все руки. Я даже уже по местам все разобрала. Дослушала, кстати, книгу. Мне очень понравилось. Санька пошел гулять. Польке вроде тоже там все в руки у нас сегодня доделала. В общем, прям продуктивненький, позитивненький денечек. И мне, кстати, позвонили еще по фотоаппарату, который я предыдущий продаю. Ну, это будет совсем чудесный день, если еще и фотоаппарат сегодня купят. Мы 8 часов поедем встречаться там на речном. Вот, так что надеюсь, что мы его продадим. Ура! Фокус. Фокус, фокус, балифокус. Мы продали фотоаппарату. Ура! Я надеюсь, он верой и правдой будет служиться моему новому хозяину. Да. О, как у меня муж сегодня красивый. Что такой красивый-то? Подожди, поправлюсь. О, о, о. Да, да, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Сегодня с вами вещает. Все, пойдем в магазин. Сегодня с вами депутат. Деньги тратить. Депутат в государственный дом. Что-то, какой-то мутный. Мутный депутат. Время уже 9. 10-й час даже. Грею голубцы. Мы купили готовые голубцы. И сейчас будем нужны. Там уже все на столе. Мальчишки на полу сидят, потому что диван не высох. Пойдем с кокосом. И будем ужин положить спать. Завтра на работочку. И буду снимать следующий раз. Грел, грел, перегрел. Только в субботу. Так что, до новых встреч. Пока-пока.